Отец наш Небесный, благодарим Тебя за песнопение, вступительное Слово. Благодарим Тебя за исполняемость и исполненность Духом. Благодарим Тебя за каждую душу здесь и также по Зуму. Мы так благодарны Тебе, Господь, за Твое первое пришествие. Благодарим Тебя, Отец, за Сына, за явление Твоей любви к нам. Слава Тебе, Иисус! Благослови это Слово во имя Твое, Иисус. Мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В Эдемском саду, когда Адам и Ева согрешили и, казалось, все пропало, происходит слабо обозначенное событие. Это третья глава Бытия, когда Господь делает кожаные одежды для своих детей. А в Новом Завете, в четвертой главе, будет сказано «Облекитесь в Иисус». Там кожаные одежды. Мы можем предположить, что это не была заново сотворенная ткань, похожая на кожу. Но для этого понадобилось принести самому Богу жертву в Эдемском саду. И это была жертва за их грех. Они приняли ее. Далее они были выведены из Эдемского сада. И их жизнь начинается опять от жертвы. В четвертой главе говорится о Бытиях сказано, что спустя некоторое время Каин пришел и принес в жертву плоды своих трудов. А до этого времени? А до этого времени вся семья и Каин тоже? Они приносили то же самое, что было сделано в Эдемском саду. Мы еще не знаем этого. Но уже Авель, он это делает, он приносит и вся семья. Только потом, мы не знаем, как это происходило, тем не менее, только потом Каин решает. Нет, я сделаю по-другому. Он делает тот же самый грех, который был совершен в Эдемском саду Евой. Ей и Адаму было дано слово «не ешьте, умрете». Не ешьте плода от дерева познания добра, вернее, познания добра и злота. Итак, «не ешьте, умрете». Обольщение, не обольщение со стороны лукавого – это ничего не знать. Только для лукавого это будет проклятие. А для Евы она должна быть защищена словом. Они еще невинные. И поэтому ей это слово легко было сказать врагу. И тем самым быть защищенной. Все, весь экзамен прошел. А что с Каином? Вероятно, я рисую такую картину. Вероятно, когда в третьей главе Бог приносил в жертву животное, а они в четвертой главе приносят жертвы животных, Богом было сказано – так делайте. Каин сказал – нет, я сделаю по-своему. Правда? А сколько из нас делают по-своему? Мы знаем, но делаем по-своему. Когда мы спасены, это делаю по-своему. Оно просто подлежит воспитанию. А если не спасен человек, и он делает по-своему, по-своему, как бы нас не считали за радикалов, как это так, у вас единственный путь спасения? Ну, давайте обозначим еще массу путей. Я тоже был в этом мире. И также думал, что можно из ситуации спастись до кладбища. А потом спи спокойно. Как-то недавно мы занимались с внуком по английскому языку. Я ему обрисовал три мира, в которых мы живем. Первый мир, в котором мы жили, но ничего не помним. Или вы помните? Девять месяцев по утробе матери. Кто помнит? Какие мысли помнят? Да не помним. Только вот это такое блаженное состояние. Девять месяцев там купался ребенок, и все было хорошо. Но вот в один день его коверкает, сжимает и так далее. Он переживает состояние перинатальной смерти. То есть он думает, что он умирает. И затем выходит в этот мир, где люди встречают его улыбками. Затем он растет, люди встречают баснями. Затем он становится сам взрослым, встречает других баснями. И одна из злейших басен – Бога нет. А окружающий мир, он, ну я бы так сказал, Бог чрезвычайно мудр, он вообще, сама мудрость, дал человеку ум, и он знал, что этот ум будет испорчен. Не потерялись? Пока еще, понимаете, да? Этот ум будет испорчен при падении. Тем не менее, этот ум по видению Бога мог воспринимать свидетельство, что весь этот мир сотворен Богом. Но рассматривая этот мир через глазами, микроскопом, телескопом... Кто из вас рассматривал этот мир глазами? Молодцы, здорово, очень хорошо. Вам приходила такая мысль? Вы смотрите на красоту, на этого мира. И мысль такая... Но это не может само быть. Оно было создано Богом. Когда такая мысль проходит в голове, Бог фиксирует ее. Она становится, может быть, первой платформой для того, чтобы еще одно увидеть, еще поглубже зайти и все больше. Это называется общее откровение, которое Бог дает через окружающий мир. И поэтому, говорится в Римлянам, первая глава, 20 стих, человек неизвинителем. Что говорит, а я не видел Бога, и поэтому я не знаю тебя. Да? А что Господь ему скажет? Я тебя не знаю. Я тебя не знаю. Вот мы все, верующие в Него, обозначены словом «Своих Он знает». Итак, Эдемский сад, жертва... Да, и еще про миры я завершу. Итак, мы живем в этом мире, нам кажется, мы знаем все. Там мы не знали ничего. Но жили и соображали. Здесь нам указывают, это только вот это время жизни. Кто указывает? Грешники такие же, как и мы. Вот все там будем, и так далее. Посмотри, вон какое кладбище. Может, присмотришь, там место для себя, и так далее. Что происходит с младенцем в чреве? Он не знает, что будет потом. Затем он испытывает некоторые тяжелейшие муки, думает, умрет, и выходит в другой мир. И мы с вами, люди, из этого мира не уходим в землю, а мы переходим в другой мир. И этот мир обозначен вечным. Эта вечность была вложена Богом. При нашем сотворении, сотворении каждого человека, это Экклезиаста 3 глава, 11 стих, все удивительным образом Бог устроил и вложил в сердца человеческие вечность. Вам нравится, что он вложил в наши сердца вечность? А тот, кто не верит, ему нравится? Он не знает. Но вечность будет. И эта вечность уже отделена от Бога. Человеку кажется, все закончилось, все эти хлопоты и так далее. Итак, имеется три мира. Это внутренняя жизнь. Затем второе – это внешний мир. И третье – мир, который мы с вами, верующие в Иисуса Христа, знаем. А вот этот мир, который мы с вами через Писание знаем, мы также знаем, как он сотворялся. Прежде чем Бог сотворил этот мир, он уже принес своего сына в жертву. Все божество приняло решение. Они не отказывались. Можно было бы сказать, божество, ты видишь, что будет? Да. Что? Они падут. А ты? Сын говорит, да. Они упадут. Дух Святой говорит, да, я тоже так вижу. Ну что, может быть, не будем их сотворять? Нет. Сотворим. А еще что? А мы знаем, каким образом их привести обратно. И этот путь единственный, другого нет. Этот единственный путь через жертву сына, которого отец любит. Сам Дух Святой – это любовь. И сын принимает этот подарок. Это такой подарок, что все в этом мире будет искуплено им, его жертвой. Но для этого ему, как человеку, нужно будет принести себя в жертву. Давайте похлопаем. Когда пастор Нурлан говорил о 12 главе книги «Исход», и там происходило такое событие. Помазали кровью Агнца перекладины и косяки дверей, и вот Господь идет, и он видит эту кровь, проходит мимо. Прошел мимо. В этой семье, которая поверила Слову Божьему, все в порядке. Смерти нет. Всякая семья, египетская и еврейская, которые не имели этого, они потерпели урон. Помазали, и ночью прошел. Мы с вами приняли Иисуса Христа. И что произошло? Наше имя было в книгу жизни записано. А? Наше имя было записано в книгу жизни. Правильно, мы уже нашли. Правда, мы еще не понимаем, что это за книга жизни. Мы с вами, нам уже была дарована эта книга жизни Агнца. Представляете? Это не то, что обошел, а это уже вручил свою воскрешенную жизнь. И в этой воскрешенной жизни мы с вами развиваемся и возрастаем. Поэтому у нас такая радость. Мы празднуем. Всякий день можем праздновать. По нескольку раз. Знаете, как это делать? Да, знаете вы, скромничайте. Смотрите. Послание к Колоссянам, третья глава. Открываю вам это место чудесное. Я его люблю. По нескольку раз читаю. Итак, третья глава, первый стих. Итак, если вы воскресли, мы воскресли. Библия говорит. Если Библия говорит, то с моей стороны что? С вашей стороны нужно. А я верю. Тут написано, а я верю. Да ты что? Да. Верующий обязательно пожинает плоды того, что он поверил. Смотрите. Если вы воскресли за Христом, то ищите небесного. Без Иисуса Христа самое любимое занятие у человека – рассматривать шнурки на своих ботинках. Все время смотреть и так далее. Иногда говорят, о, идея пришла и прочее. А здесь нам предоставляется удивительная возможность. Не смотрите в Библию, я вам процитирую, а вы скажете, правильно или неправильно. Если вы воскресли, то ищите Горнева. Точка. Где Христос? Где Христос? Где Христос? Воссел одесной. Давайте теперь похлопаем. Он завершил все. Горнева могли искать и в Ветхом Завете, не зная, что он совершил. Они ожидали только этого события. А у нас это событие. И поэтому мы с вами занимаемся тем, что изучаем предмет нашей веры. Ищите Горнева, где... А дальше смотрите, какая красота. Где Христос сидит одесную по правую сторону Бога. Помышляй, ищите. И вот мы нашли. Помышляйте о горнем, а не о земном. Мы помышляем о горнем. Потому что вы умерли, ваш ветхий человек умер. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Бурне. Сокрыта со Христом в Бурне. Это обозначает, мы не видим нашу жизнь, если находимся в ветхом человеке. А когда мы находимся в новом человеке, это великолепная жизнь. Слушайте, у меня никогда не было столько друзей, столько родных, как после того, как я поверил. И причем, когда я поверил, то мне казалось, это абсурд. Почему люди подходят и говорят так, радостно похлопывают по плечу? О, здорово, ты здесь! Да ладно, меня так никогда не встречали. Мы приезжаем в Мальмо на пароме, на водных или какие-то там подушки. Вот, приезжаем. Иногда я шутил в своей жизни. Приезжаешь на поезде, вот вагон останавливается, и выходишь из вагона, и тут толпа. И у меня шутка была такая, здравствуйте, дорогие друзья. И они смотрят на меня. А здесь я тоже смотрю, какая-то группа такая большая, и они ликуют и встречают кого-то, оглядываясь. А потом, оказывается, это именно нас встречали. И в церкви. Какое чудо. Это церковь, которая любит. Это братья и сёстры. Наша церковь, церковь Иисуса Христа. И она так же любит. Потому что у нас жизнь уже сокрыта в Иисусе Христе, и мы встречаем друг друга, сокрытых в Иисусе Христе. Мир говорит, да ладно, ты это оставь. Ты побудь во мне. Ты посмотри, какие здесь красоты. Какие сладости. Давай. И мы пробовали это. И в мире смотрят на нас и говорят, ты же верующий. Думаешь, ну надо же. От меня, несмотря на то, что отвергали, ожидают совершенно другого действия. Даже мир напоминает. Дух напоминает. Мне всё это напоминает и тело Христово. Этот агнец, который принёс себя в жертву ради нас. Когда он умер, то произошло событие. Его, ну, как положено, напомазали. И оказалось, что для него не канаву приготовили со всеми, а гробницу, которая принадлежала очень богатому и знатному человеку. Одному из его учеников. Надо же. О котором нигде ничего не говорится в Библии, кроме этого места. Он был тайный ученик. Сколько таких тайных учеников. Иисус приходил к нему и разговаривали. Как с Никодимом. Как до поры до времени Самарянка в 4 главе была тайной ученица Иисуса Христа. До тех пор, пока своих сихарцев не увидела. То есть, она была из города Сихарь. Ей затюкана из-за своего греха. Все на неё показывали пальцем, что она вот такая грешна. Смотри, так не веди себя, а то будешь таким же, как она. И она уже там в распалённый полдень сама шла, чтобы из определённого колодца набрать воду. А там Иисус сидит. Какой-то иудей сидит. И вот эта встреча произошла, и как он побеждает её мировоззрение и говорит о подарке, которым он является. И Иисус является подарком для всего мира. Но пользуются им те, которые приняли Его как своего спасителя. И она потом уходит из этой встречи совершенно свободно. Да причём приходит в свой город и говорит «Иди его смотрите, не мессия ли он?» И люди смотрят на неё. Почему они побежали? Почему там не было таких, ну, по крайней мере, это не записано, выражений «Ты ещё будешь учить нас? Ты – грешница?» И они видели, она свободна. Она уже не была грешница. Она была исполнена Духом Святым. И побежали туда, к Иисусу. Возвращаются и говорят «Слушай, уже не по своим словам мы верим. У нас личная беседа была с Иисусом Христом». И Иоанн сказал, Иоанн Креститель сказал в Евангелии от Иоанна в первой главе «Это огнец Божий, который принимает на себя весь грех. Мой грех, ваш грех. Второй раз приходит, и он говорит «Это огнец Божий». Он же не говорит, а принимает грех на себя. Почему? Они уже спасены. Он говорит теперь, с этим огнецом вы будете в вечности жить. Теперь посмотрите, какая жизнь с этим огнецом. А в завершение. Книга Откровения, пятая глава. Смотрите, как мир ликует. Пятая глава, первый стих. И видел я в деснице у сидящего от отец на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную семью печатями, и раздается в возглас. Так кто же ее может открыть, эту книгу, сорвать печать и открыть, и читать? И Иоанн Богослов, которого пригласили на этот праздник, он смотрит, что нету никого, ни на небе, ни на земле, ни в преисподней. И он стал плакать. Отчего ты плачешь, Иоанн Богослов? От того, что Дух Святой просветил его, что эта книга, она содержит в себе все описание, что будет с родом человеческим. И ему хотелось узнать, а что будет? И вдруг, он заплакал, подходит к нему один из нашей церкви, один из старцев, и говорит, не плачь. Вот лев из колена Иудина. Да, одно из, один из символов его силы, его храмрости, его судейства является лев. И Иоанн поворачивается, что это за лев, и видит Агнеца. Для него это не лев, это Агнец, это Спаситель. Слезы перестают. И он видит, как Агнец подходит к отцу. И он скрывает эту книгу, которая ждала именно Агнеца, потому что у человека будущего не было после падения. А теперь целая книга. И в этой книге мы читаем в нее, мы читаем эту книгу, книгу Откровения, и видим чудеса, которые там происходят. Мы с вами видим обитель Божью, которую он нам дает, 21-22 главы. Это удивительный небесный Иерусалим, в котором мы находимся. А это правда? Ладно, это правда. Да, потому что мы нашли горня. Мы искали, Господь подарил, развивает, дарует нам, и всегда идет одно и то же правило. Я даю тебе подарок. В ветхом человеке ты не видишь его. А в новом бери и пользуйся. В новом бери и пользуйся. Аминь. Христос воскрес! На листину воскрес! Поэтому мы с вами радуемся. Слава Господу! Отец наш Небесный, мы благодарны тебе за это чудо, вечную жизнь, Агнец Божий. И это так удивительно, что все доказательства, которые мы можем иметь об этом, находятся в нашей вере. Мы читаем текст запредельного значения. И накладываем твою веру. Это становится нашим текстом. Слава тебе, Господь! Удивительно. Мы рады, Господь, пребывать в себе, Агнец наш. Применять твое могущество и любовь в нашей жизни. Прославься, Бог наш. Слава тебе! Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего спасителя. Скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек. Я прошу тебя, прости мои грехи. Спаси меня, подари мне вечную жизнь. Я не понимаю, что это. Научи меня твоему слову, приведи в живую церковь. Благословляй, люби, прощай, ободряй, поднимай, если упаду. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Слава Господу! О, Продолжение следует...